Здравствуйте, уважаемые зрители! Тема нашей передачи – чтение духовной литературы. На ваши вопросы ответит митрополит Симбирский Новоспасский Лонгин. Здравствуйте, Владыка! Добрый день! Владыка, почему для христианина очень важно читать духовную литературу? Начнем с того, что читать книги вообще важно для любого человека, потому что книга – это наиболее адекватный, проверенный временем способ передачи знаний. И человек, не читающий книги, просто не может считаться человеком грамотным, культурным, воспитанным и так далее. Вот мое глубокое убеждение. И, конечно же, для христианина все эти качества необходимы, и даже, может быть, еще, ну, не в меньшей, а может быть, даже еще в большей степени, чем другому человеку, потому что, читая книги, мы познаем мир, знакомимся с опытом предыдущих поколений, учимся тому, чему должны знать в своей жизни. Как выбрать качественную духовную литературу? Конечно, лучше всего советоваться с опытными людьми. И в различных книгах, в различных письмах духовно опытных людей, причем таких, которые уже даже прославлены во святых, часто встречаются списки тех книг, той литературы, которые можно и нужно даже читать человеку. Одни могут быть полезны для новоначальных, другие – для уже более таких состоявшихся христиан. Если, скажем, затруднен совет с опытным человеком, то есть общий принцип. Лучше всего читать творения признанных авторов, те, которые прославлены в лике святых, то есть творения святых отцов, или духовных писателей, которые также имеют такую достаточно безукоризненную славу людей, духовно опытных и могущих наставлять и научать других. Скажем, вот если стоит выбор, прочитать ли епископ Игнатий Бринчанинова какое-то произведение, или брошюрку неизвестного автора без года, даты и места издания там об ИНННах или об Антихристе, ну, конечно, надо выбор сделать в пользу епископа Игнатия Бринчанинова. Ну, вот такой простой пример, говорящий о том, что нужно выбирать такую уже основательную литературу, которую можно действительно познакомить человека не с какими-то частными мнениями и народными преданиями, а действительно с учением Церкви, как оно есть. – Ну, у современного человека мало времени остается на чтение в целом, а на чтение духовной литературы, вот прежде всего, с чего лучше начать? Ну, конечно, я не считаю, там, Евангелие – это обязательно. – Да, мы уже говорили о том, что главная книга – это Евангелие, это Новый Завет, который человеку верующему нужно не просто прочитать, как прочитывают однажды хорошую книгу, и потом кладут ее на полку, чтобы ее прочитали дети и внуки, а читать регулярно для того, чтобы как бы жить вот в этой атмосфере Евангелия и евангельских образов. Кроме Евангелия, я думаю, что нужно читать ту литературу, которая является отображением евангельской жизни. Что такое жизнь во Христе и как она достигается человеком? Есть много очень книг на эту тему. Я всегда всем советую начинать с книги замечательного духовного писателя древних времен преподобного Аввадорофея с его душеполезных поучений. Это вот как раз очень близко тому, о чем я сказал. Это вот иллюстрация того, что происходит с человеком, который решился на деле исполнять евангельские заповеди. Вот это вот очень такая глубокая и очень, но в то же время достаточно простая книга. Есть еще много святоотеческой литературы. И, наверное, современному человеку было бы очень полезно прочитать авторов, которые достаточно недалеки от нашего времени. Это упоминавшийся уже мной епископ Игнатий Бричанинов. Совершенно замечательный духовный писатель русский – это святитель Феофан Затворник. У него есть такая книга, которая вполне достойна того, чтобы стать настольной книгой каждого христианина. Она называется «Что такое духовная жизнь и как на нее настроиться». Эта книга в очень простых выражениях, на простых примерах показывает человеку, как надо настроиться на духовную жизнь и как стать по-настоящему не только на словах, но и на деле христианином. Она в виде писем к разным людям и, я думаю, отвечает на большинство вопросов, которые возникают у современного человека. Есть совершенно замечательный духовный писатель уже XX века – это Игумен Никон. У него тоже есть сборник замечательных его поучений и наставлений и писем к разным людям. Вот они тоже, я думаю, очень будут полезны современному человеку. Это письма и поучения оптинских старцев, ну и целый ряд других книг, других авторов, которые, я думаю, что будет очень полезно прочитать современному человеку. А что касается времени, то ведь не так важно, в каком виде человек читает ту или иную книгу – в бумажном ли варианте или в электронном. Потому что вот все, о чем я сейчас сказал, все книги, которые я перечислил, практически весь корпус святоотеческой литературы, большинство духовных книг уже в нового времени, новейшего времени – все это есть в электронном виде, все это есть в электронных библиотеках. Это можно читать на планшетах, на телефонах. Это у кого глаза позволяют, в общем, как угодно. Поэтому эта проблема здесь снимается. – Владыка, нам пришло два вопроса от зрительницы Ольги. Я вот сейчас зачитаю. Большинство рекомендуемых книг написано монахами и для монахов. Правильно ли читать их мирянам? Возможно и нужно ли выстраивать свою жизнь, руководствуясь такими книгами? Например, известно, что отец Иоанн Крестьянкин не благословил одну из своих духовных чад читать «Добротолюбие». – Вопрос сложный. Он достоин, наверное, целой передачи. Но если совсем кратко, можно ответить так. Да, большинство духовной литературы действительно написано монахами. Но это объяснимо, так же, как объяснимо, причем большинство специальной литературы, неважно, по медицине, по философии, по истории, пишутся все-таки специалистами, а не любителями. Монахи – это, если можно так сказать, специалисты по духовной жизни, настоящие, правильные монахи. И монашеская литература аскетическая настолько глубоко проникает в самую суть, сердцевину человеческой души, человеческих движений, тех процессов, которые происходят в человеческой душе, что, наверное, именно поэтому это так интересно и так всегда было увлекательно для целых поколений христиан, в том числе и мирян в первую очередь, потому что ведь не только монахи читают аскетическую, скажем, литературу, но и миряне. Но, конечно же, надо различать то, что человек, живущий в миру, может выполнить, и то, что он выполнить не в состоянии просто потому, что он не монах. И вот здесь как можно вернуться к тому, с чего я начал нашу беседу, что обязательно нужно, чтобы человек читал духовную литературу под чьим-то руководством. Руководством того, кто может объяснить какие-то недоумения, которые возникают, рассказать, как лучше, как правильнее относиться к тем или иным местам в этих книгах. Ну, скажем, вот отец Иоанн Крестьянкин, когда какой-то из своих духовных чад не благословил, скажем, читать добротолюбие, то, конечно же, сделал это, исходя из внутреннего устроения этого человека. Причем вот эти советы, которые даны духовникам, духовному чаду, они должны, в общем-то, оставаться в их общении наедине. Ни в коем случае эти советы нельзя, так сказать, выносить, вытаскивать на свет Божий и стараться доставлять руководствоваться ими других людей. Дело в том, что духовник, общающийся с человеком регулярно, во-первых, знает его устроение, знает, что ему полезно, а что ему не полезно. Более того, устроение человека меняется. И то, что можно и нужно, скажем, человеку сегодня, не нужно и даже нельзя будет завтра или послезавтра. То есть все эти советы, они исходят из конкретной ситуации. И вот человек в том состоянии, в котором он находится вот в этот момент. Все советы духовников своим духовным чадом, они не для тиражирования. Это не есть нечто такое, что работает для всех и во всех обстоятельствах и при всех условиях. Это то, что нужно было сказать этому человеку, вот сегодня, глядя на него и видя его внутреннее состояние. Поэтому, конечно, бывает так, что человеку вообще не надо ничего читать, а надо просто выспаться, отдохнуть и заняться каким-то делом обычным. Это бывает, но это не значит, что это совет для всех и на все времена. Спасибо. Еще один вопрос. Многие начинают свое воцерковление с чтения разнообразных статей батюшек в интернете. А мнения священников по разным вопросам часто разнятся. Кто-то ратуют за строгие посты, кто-то за посильные, кто за обязательную исповедь перед причастием. Кто-то не считает, что надо этому жестко следовать. Что читать? Как сориентироваться мирянину? Ну, во-первых, то, что существуют разные мнения по разным, не принципиальным вопросам, не по догматическим, не по каким-то вопросам, касающимся основных истин, вероучения, а по вопросам второстепенным, надо ли поститься перед причастием, сколько надо поститься или не надо, можно ли или нельзя и так далее. То, что существуют разные мнения, это естественно, потому что мы все живые люди. И еще апостол сказал о том, что надлежит быть разномыслием между вами для того, чтобы открылись искусные, для того, чтобы было выяснено то, что наиболее полезно. Можно провести такую аналогию. Скажем, есть такая отрасль человеческого знания, как медицина. И вот начните спрашивать у самых разных врачей, специалистов о каком-то одном вопросе, о какой-то одной проблеме, да, вы получите десятки разных и порой взаимоисключающих советов. Но это не значит, что медицина несостоятельна как наука. Это значит, что вот есть разные школы, разные мнения, разный опыт у разных врачей, вот как подходить к той или иной проблеме, ее решать. Вот так и здесь. Ведь церковь тоже себя сравнивает с лечебницей, с больницей. Поэтому я думаю, что здесь надо как-то держаться такой середины. И найдя священника, если во всех остальных вопросах он вас устраивает, он вам дает правильные советы, то надо просто следовать и больше никого не спрашивать, не интересоваться так, чтобы не было вот сегодня один, завтра другой. Потом я прочитала, потом я спросила, вот, а этот сказал так, а этот сказал этак. Никакой пользы от этого не будет. Спасибо, Владыка. До свидания. До свидания, уважаемые зрители. С самого утра в Кафедральном Спасовознесенском соборе верующие ожидали прибытия одной из самых почитаемых святынь Симбирской митрополии, чудотворной иконы Божией Матери Казанской Жадовской, которая хранится в Богородице Казанской Жадовской пустыне. Традиционный крестный хоз с чудотворной иконой проходит ежегодно в пасхальные дни в Симбирской митрополии. Образ Пресвятой Богородицы встретило соборное духовенство во главе с митрополитом Симбирским и Новоспасским Лонгеном. Затем митрополит Лонген совершил в соборе божественную литургию. История Жадовской чудотворной иконы началась в 17 веке. Однажды старцу по имени Тихон, страдающему слабостью рук и ног, во сне явилась благообразная дева и указала место около села Жадовка, где старец должен был получить исцеление и найти чудотворную икону у святого источника. Долгие годы чудотворная икона была главной святыней монастыря, но пропала в советское время. Только в 2002 году икона была возвращена в Жадовскую обитель. По окончании богослужения митрополит Лонген поздравил всех с пасхальными днями и торжеством принесения в Симбирск Жадовской и Казанской иконы Божьей Матери. Владыка напомнил, что в церковном календаре почти ежедневно отмечается празднование в честь той или иной чудотворной иконы Пресвятой Богородицы, которые прославились по всему христианскому миру и на русской земле. В наличии этих икон есть некое материальное свидетельство той помощи, которую Матерь Божия оказывала людям, обращающимся к ней, на протяжении почти двух тысяч лет церковной истории. Миллионы людей обращались к Царице Небесной со своими просьбами, молитвами, ходатайством и получали исцеление, утешение. После церемонии награждения духовенством собора был совершен молебен Пресвятой Богородицы перед ее иконой Казанской Жадовской. Святыня будет пребывать в Симбирской епархии до 28 июня. Сергей Николаев, Владислав Фролов, Симбирская митрополия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова